Всем привет! В сегодняшнем видео открываю серию публикаций и ответов на вопросы офтальмолога. И первая серия будет интересна не только тем, у кого зрение уже нужно корректировать, либо же оно не совсем хорошее, а и тем, у кого со зрением пока все в порядке. Как в домашних условиях себе самому, правильными привычками, выработанными правильными привычками, сохранить зрение надолго? Отвечает на вопросы главный офтальмолог Украины, заслуженный врач Украины, профессор, доктор медицинских наук Сергей Александрович Рыков. Вот если помните Майдадыр, да, и вот там четко нужно умываться по утрам. Могу объяснить, потому что когда человек отходит к сну, да, легкие работают медленно. Почему? Человек не ходит, не двигается, то есть вот все замедляется, движение крови замедляется, все процессы. Когда человек активно работает, ходит, нервничает, тогда он глубоко дышит, и слеза, которая выделяется, а у нас много слезных желез в глазу, одна большая и много мелких, около 200, то во время вдоха создается отрицательное давление носоглотки, и эта слеза засасывается по слезным канальцам, прямо носоглотку, мы ее глотаем, не чувствуем. Но когда мы спим, слеза как выделялась, так и выделяется, а мы дышим медленнее, и отрицательное давление совершенно другое, то есть меньше. Слеза не успевает уходить в носоглотку, и она, как вы знаете, утром нас припорашивает немножко реснички, как беленький налет. Это физиологично, потому что слеза имеет свое строение, то есть там есть соли, и вот эти вот соли, это есть проявление вот этим вот налетом. Поэтому умываться нужно по утрам очень хорошо, надо чихать, надо сморкаться, сморкаться нужно отдельно каждой дождем, то есть набрать полные легкие воздуха, высморкать. Это все прочищает вот эти слезы, остатки. Конечно, во-первых, те пробочки, которые появляются в слезном канале, они просто уходят вместе с соплями, и тогда нужно второй вариант сделать, закрыть вторую ноздрю, и то же самое сделать и резко бытокнуть. После этого нужно умыться, намылить руки мылом, как такое мыло, которое вы любите, желательно мягкое какое-то, алицериновое мыло, и хорошо-хорошо умыть свои глаза, вот так вот протереть вот все лицо, и вот умыть, и вот провести массаж мыльными пальцами. Почему это нужно сделать? Потому что в глазу есть достаточное количество слезных желез, которые на вот это мыло, которое немножко попадет вам прямо в коммунитив, мгновенно среагирует, и слеза бымает вот всю грязь, которая осталась за ночь, ну, несколькими там миллилитрами слезы. То есть поэтому не бойтесь, чтобы мыло попало в глаз. Но специально туда пыхать нельзя? Нет, спускай туда не надо пыхать, но то есть на мыле, если попадет немножко в мыло, ничего страшного, в этом совершенно нет, потому что это, в общем-то, есть физиология, которая защищает. Глаз имеет определенные рецепторы, но он боится резкой температуры, повышения температуры, он боится химических веществ, это щелочей в первую очередь, и всяких кислот, и, конечно же, он очень боится хлора. Глаз очень реагирует. На испарение вы имеете в виду? На испарение, да, и травму. А что сделать, чтобы защититься от этих испарений? Ну, чтобы покупать доместер с бесплором. А если с профессионально связано испарение клея, вот, или что-то, то очки помогают от этого достаточному? Нет, очки не помогают. Помогает нормальная вентиляция по пещере. Обязательно нужно делать, вот смотрите, мы каждый день, ну, вот, работаем, мыслим, махаем руками, машем руками, там, делаем всю зарядку всякую, кроме класса. Поэтому мы должны еще делать зарядку для класса. Каждое утро проснувшись, нам нужно подготовиться к рабочему дню. Для этого нужно максимально посмотреть вверх, максимально вниз, максимально направо, максимально налево. То есть у нас здесь 6 мышц глаза, и, в общем-то, нам нужно их улучшить питание. Если мы улучшим питание мышц, так нужно сделать 20 раз, таки, крестом, да. Если мы улучшим питание мышцы глаза, внешне, мы улучшим питание аккомодационной мышцы, которая массирует наш кустарик, приспосабливает его видеть хорошо вблизи, вталит и так дальше. Поэтому вот такую зарядку нужно делать обязательно. Это полезно? Болезно. Кроме того, человек работает за компьютером, читает много, устает глаз. Но что устает? Вот когда мы тягаем бревна, да, мышцы устают, хочется посидеть, отдохнуть. А глаз мы заставляем целый день, пока не легли спать. Мы его заставляем работать. Телесериалы, это же не приведи Господь. То есть каждые 3-5 секунд меняется совершенно картинка. Бегает, то есть объемы меняются, то есть глаз приспосабливается, он так старается, что, в общем-то, его надо пожалеть каким-то образом и полюбить его. Того вечера, когда вы уже отработали, вы должны улучшить питание глаза. Каким образом? Вы берете маленькое полотенце, его под горячую воду, под кран. Горячая вода, это градусов, скажем, 50-60. Выкрутили насухо и приложили это полотенечко на закрытые веки на 5 минут. То есть мы через верхние века прогреваем целиарную мышцу, которая отвечает за приспособление зрения видеть хорошо вдаль и вблизи. Конечно, это будет улучшение. Улучшение питания мышцы, значит, она восстановится, и человек будет лучше видеть. А в следующем видео мы подробно поговорим про лазерную коррекцию зрения, с какого возраста она показана, в каких случаях, и какие ли есть последствия, зафиксированные научным путем, последствия с годами от лазерной коррекции зрения. Обязательно дождитесь следующего видео, будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!